В числе российской делегации вы были на товарищеском матче в Италии с командой серии «Б». Расскажите о ваших впечатлениях. Вы знаете, поездка очень понравилась и считаю, что такие поездки просто необходимы, как и для наших молодых ребят, футболистов, которые попали в эту сборную, потому что видел их тренировку и глаза, которые горели, очень хотелось им себя проявить, показать, ну и посмотреть на уровне тех ребят, которые играют сегодня в Италии в серии «Б», как они выглядят. Плюс сама поездка была организована на очень хорошем, высоком уровне. Нас очень гостеприимно принимали, мы посмотрели и бизнес людей, которые держат команду в этом городе, команду серии «Б», и у них есть неплохие результаты, их игроки играют во многих командах серии «А». И, конечно же, посмотрели город, пообщались с президентами команд серии «Б», что тоже очень важно, дало очень много пищи для размышлений. Какие-то деловые контакты вы наладили с коллегами итальянскими? Нет, деловых контактов, конечно же, у нас пока еще не получается, потому как было немного времени, но, как сказать, знакомство с коллегами дает некоторый опыт проведения матча у себя. Второй вопрос. Итоги первой части сезона, как вы оцените выступления вашей команды? На мой взгляд, и не только мой взгляд на советы директоров и всех абсолютно специалистов в футболе, что наша команда выступила неплохо в этом отрезке, прибавила. Наши ребята, те молодежь, которую мы еще два года назад брали молодыми, но на перспективу сегодня раскрылись немножко в другом марафоне. Сегодня эти футболисты уже делают у нас игру, и вокруг этих футболистов мы сегодня строим команду. Это считаем, что это наше будущее. Поэтому мы оцениваем на твердую четверку, немножко смазали мы на концовочку, три матча проиграли. Ну, накопилась усталость, было много трагиновых ребят. В общем, есть на это, конечно, и объективные, скажем так, причины, но будем работать, есть к чему утомиться. И последний вопрос по задачам на сезон. Они корректируются или остаются неизменными? Место в десятке? Пока трудно ответить. На сегодняшний день никто нам их не корректировал, но во вторник мы будем проводить советы директоров. Может быть, там поднимут этот вопрос. Хотя мое личное мнение, что задачу оставлять ту же самую, потому как команда должна расти вместе с инфраструктурой города, футбольной инфраструктурой. Тогда мы будем, в дальнейшем нам будет легче готовить нашу молодежь, которая школа резерва. И основную команду, и ветеранскую команду, всем нужно уделять внимание. Поэтому будем идти постепенно. Ясно. Все, спасибо.